добрый вечер всем кто нас слушает только там присоединился мы проводим второе занятие по книге иудит идиф напомню вам что до главной героини мне еще прошлый раз не добрались и мы читали первые главы книги которые рассказывали очень странную историю о том как полководец новоходоносора сирийского царя с персидским именем алаферн отправился в западный поход подавлять восстание и в результате вторгся на территорию страны израиля и какой-то момент какой-то момент действия сосредоточивается на том что происходит в городе называется бетилуи или бетилия или как его иногда еще переводит бетилуи к которым руководит некто озия иллюзия и там в этом городе чувствуя что приближается тяжкая година в этом городе устраивает пост молитву и и сейчас пол секунды натан ты можешь меня на пол секунды отключить сейчас я снова присоединюсь пол секунды значит то на что мы обратили внимание в прошлый раз читая эти главы это на какое-то какие-то несуразные и странные несостыковки исторического географического характера и как бы ответа мы пока на этот вопрос не получили что я не буду сейчас перечислять все эти несостыковки они еще и дальше будут так или иначе вылезать наружу но во всяком случае если сравнивать книгу иудит совсем тем что мы читали читали до сих пор как бы всюду сохранялась более-менее какая-то все таки связь связь с реальностью с реальной историей здесь происходят какие-то очень странные вещи которые действительно ни с чем не сообразны и в общем как бы мы должны будем в дальнейшем дать этому какое-то объяснение я в прошлый раз сказал что направлений этого объяснения может быть несколько начиная с того что поздний автор просто не и не ориентировался ни в истории не географии но в общем это несколько странно чтобы до такой степени ни в чем не ориентироваться все таки эпоха второго храма подразумевала какую-то форму образованности у писателя даже у такого который может быть жил в диаспоре вот в общем это действительно вещи чрезвычайно странно вот мы сегодня продолжим читать и продолжим это обсуждать и доберемся уже и до главной героини которая действительно находится в центре всего повествования и как я уже сказал представляет собой некую антитезу эстер вообще вся эта книга в результате проявится как антитеза эстер я сейчас открою открою наш файл и и мы начнем начнем читать и говорить сейчас одну секунду вот я надеюсь что вы видите сейчас это перейду на правильное место значит итак мы дошли до голова до главы 5 а мы читали четвертую главу конец который описывал трау трау жителей бетилуи и они молились богу о спасении вот мы начинаем читать пятую главу между те волос верну военачальнику войска ассирийского дано было знать что сыны израиля приготовились к войне заложили входы в нагорную страну укрепили стенами всякую вершину высокой горы на равнинах устроили преграды он весьма разгневался и призвав всех начальников муава и вождей омона и всех правителей приморской страны сказал а это как бы с точки зрения той хронологии очень приблизительной которая описывается в нашей книге в принципе возможно потому что персидскую я даже не знаю как назвать вавилона персидскую эпоху так как она изображена книги иудит еще существовали на народ муавы народа мон вот он призывает при этом он называет их всех сынами ханаана да они очень точно но опять же можно простить в конце концов речь идет о полководце который пришел с востока для него все они как бы жители 1 1 и той же страны хотя мы знаем что не сирийцы не вавилоний не называли эту страну ханаан называли другими названиями скажите мне сыны ханаана что это за народ живущий на горной стране какие обитаемые ими города много ли у них войска в чем их крепости сила кто поставлен над ними царем предводителем войска и и почему они больше всех живущих на западе упорствуют выйти мне навстречу здесь появляется новый персонаж который сыграет достаточно существенную роль в дальнейшем повествовании его зовут ахиор предводитель всех сынов амона и хотя у нас есть некоторые эпиграфические тексты которых перечисляются цари амона известный нам человека по имени ахиор вполне кошерным еврейским именем нам неизвестно у него имя совершенно еврейское ахиор еврейскими корнями ах ор свет ах брат так вот он говорит алафер выслушай господин мой слова из уст раба твоего я скажу тебе истину об этом народе живущим без тебя в нагорной стране не выйдет лжи из уст раба твоего этот народ происходит от халдеев от халдеев значит от вавилония очевидно что на наш автор вкладывающие эти слова в устахи вора подразумевает что праатец народа еврейского авраам вышел из так называемого ура халдейского хотя в торе как мы когда-то обсуждали это название выглядит как некий анахронизм потому что в предполагаемые времена авраама он никак не назывался халдейским это название появляется лишь в 8 веке до новой эры но тем не менее как бы сама традиция существует что предки народа израиля пришли оттуда из вавилона прежде они поселились в месопотамии потому что не хотели служить богам отцов своих которые были в землях халдейской что подразумевается под месопотамией то что тора называет термином арам на араин на термин на самом деле очень странный тоже содержащий в себе некий анахронизм по большому счету потому что арам название позднее которое как бы появляется где-то относительно позднее примерно с 12 века до новой эры она раем или на горин как называлась эта местность территории современной сирии скажем частично турции в древних текстах скажем древнеегипетских текстах а это название гораздо более древним арам на араим это такой вот небрид топонивный здесь имеется ввиду именно это город харан значит опять же намек на приход семьи авраама в харан и уклонились от пути предков своих а это немножко напоминает то что сказано в книге его шуа то что мы читаем пасхальный сэдер о том что предки наши были язычниками терах отец авраама рам отошел уклонились от пути предков своих иначе поклоняться богу неба богу которого они познали и халдеи выгнали их от лица богов своих они бежали в месопотамию долго там обитали а это любопытный такой вот момент халдеи выгнали их от лица богов своих в нам известно о том что в поздних митрошах в реалистических митрошах рассказывается о том что авраам претерпел мученичество во имя своей веры его бросали в огненную печь в результате он и его семья вынуждены были бежать из вавилона поскольку царь вавилона который в митрошах называется не более не менее как ним род их преследовал но насчет выгнали это такой любопытный эксклюзивный момент халдеи выгнали их от лица богов своих это скорее напоминает историю и возможно именно эта история послужила вдохновением нашему автору история которая рассказывалась в эллинистическом египте о том как евреев выгнали из египта это как бы так пересказывался рассказ об исходе значит их выгнали из они были вынуждены уйти вот и здесь тоже их выгнали они бежали месопотамии долго там обитали но бог их сказал чтобы они вышли из места переселения и шли в землю ханаанскую они поселились там весьма обогатились золотом серебром множеством скота а мы видим что наш автор достаточно близко к тексту пересказывает историю авраама из книги берешит с некоторыми добавками как мы видим но в общем он как бы знает эту историю отсюда перешли они в египет так как голод накрыл лицо земли ханаанской и там оставались пока проходили пропитание умножились там до того что не было и числа роду их и восстал на них царь египетский употребил против них хитрость обременяя их трудом и деланием кирпича сделай храбами мы уже в начале книги шмот наш автор знаком сторой интересно что сторой знаком и предводителям монетян или по крайней мере с древней истории израиля тогда они воззвали к богу своему и он поразил всю землю египетскую неисцелимыми язвами египтяне прогнали их от себя вот видите здесь тоже этот мотив египтяне прогнали их от себя и хотя в торе написано что он торопил израиль после казни первенцев идите я вас отпускаю но вот прогнали это скорее опять же как бы вот тот вариант который был известен в эллинистической литературе во втором в первом веках до новой эры который как вы видели перенесены на халдейскую историю бог иссушил перед ними красниковое море черное море и вел их путем как тут написано на по-русски сина и кадис варнит то есть медбарцин и кадеш барны а мы опять же знаем 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 эту историю впрочем возможно что сина здесь обозначает не цин а синай они выгнали всех обитавших в этой пустыне поселились в земле мореев своею силою истребили всех хижбонитян это имеется ввиду сихон ир хижбон сихон мелех хижбон хижбон это город в заярдане до который завоевывает израиль по дороге землю обетованную это описывается уже в книге билет бар то есть этой книги тоже наш автор знаком перешли ордан наследовали всю нагорную страну а тут уже у нас книга иошуа и прогнав от себя она не ферзиев и бусеев шхема и гиргешев да значит любопытно что здесь упоминается шесть народов а вообще есть разные версии хананских народов иногда их 7 вторе иногда их 10 вот но нигде не появляется житель шхема как отдельный народ правда согласно и традиции и историческому комментарию так называемые хивийцы хиви собственно это написано и прямым текстом тоже они были из шхема так что вполне вероятно что наш автор здесь подразумевает именно тех которые которые называются хивим в торе и доколе не согрешили перед богом своим счастье было с ними потому что с ними бог ненавидящий неправду но когда уклонились от пути который он завещал им то во многих войнах они потерпели весьма сильные поражения отведены в плен в чужую землю храм бога их разрушен и города и взяты неприятели а напомню речь идет здесь о том что с одной стороны все это происходит до того что на выхода носом разрушил храм с другой стороны это евреи которые живут земле израиля после того что храм был разрушен они были угнаны в изгнание и вернулись как бы вот эти хронологические исторические несостыковки просто вопиют к небесам ныне же обратившись богу своему они возвратились из рассеяния в котором были овладели иерусалимом в котором святилище и поселились на горной стране так как она была пуста значит вот что значит что нагорная страна была пустая или разрушена это до конца непонятно поскольку в танахе как раз рассказывается о том что в момент прихода знанников из плена они обнаружили что земля как раз занята в том числе и иудейская на горе и горы эфраима как раз тут автор очевидно не идет с от не не рассказывает соответствии с библейским текстом и с тем что известно из исторических документов вне на нахо ну в общем в целом ахиор как бы этот-то предводитель монетян вполне владеет нарративом и он один из тех персонажей которые есть уже и в танахе которые впрочем как правило не рассказывают с такими подробностями историю израиля которые как бы испытывают большой пиетет по отношению к богу начиная с таких персонажей как и тро в торе раха в книге ушу и так далее она повторяю хиор еще и владеет нарративом рассказывает то что обычно должны рассказывать сами евреи здесь это рассказывает вор и это очень важно нашему автору поскольку он таким образом может открыть лаферну глаза на тот народ с которым он пришел воевать и вот ахиор говорит и теперь повелитель господин если есть заблуждение в этом народе если они грешат они грешат перед богом своим и мы заметим что у них есть это преткновение то мы пойдем и победим их а если нет в этом народе беззаконии пусть удалится господин мой чтобы господь не защитил их и бог их не был за них и тогда мы для всей земли будем предметом поношения а то есть ахиор не просто знает нарратив он еще и знает принципы воздаяния которые трактуются в книгах танаха история движется взаимоотношениями между богом и народом израиля и ну точно ахиору известно что если израиль не согрешил то победить его невозможно когда ахиор окончила ту речь весь народ стоявший вокруг шатра возроптала вельможа алаферна и все населявшие приморье и землю муава заговорили что но нужно тотчас убить его потому что мы не побоимся сынов израиля это народу которого нет ни войска не силы для крепкого ополчения и так пойдем повелитель алаферна они сделаются добычу всего войска твоего так лихо закручивает наш автор конфликт а как бы гордыня и возношение самого алаферна мы увидим и всего его ближайшего окружения ведет их на самом деле поражение но они убеждены в том что они одержат победу потому что у израиля нет ни войска не силы для крепкого ополчения одной один одно из основных посланий многих книг танаха это что победа достигается небольшим войском и небольшими военными не военным преимуществом а поддержкой бога это то что говорит ахиор но он в полном меньшинстве теперь реакция самого алаферна в шестой главе когда утих шум вокруг собрания алаферн военачальник войска ассирийского сказал ахиору перед всем народом иноплеменных и всем сынам муава почему он все время повторяет сына муава трудно сказать некоторые считают что здесь надо править и говорить бне амон сыновья амона поскольку ахиор в первую очередь предводитель сыновей предводитель народа аму амон который действительно и в тарахе называется сыны амона бне амон кто ты такой ахиор с наемниками а он говорит никто странную очень странную фразу используя слова наемники эфраема наемники эфрема да это одна из тех загадок который который нет ответа в книге иудит иудит что имел ввиду здесь автор книги потому что как бы двойная проблема если он знает о существовании наемников эфраема вот тогда он должен знать о народе ски которым идет воевать потому что именно в землю эфраема он и пришел и что это за наемники эфраема которые помогают врагам уж не имеется ли в виду опять же это пока так качестве чисто гипотезы те которые в эллинистической литературе то что мы видели в маковейских книгах были так представлены так как так называемые эллинисты которые поддерживали чужую власть и здесь они так как бы эфемистически называются наемниками эфраем не очень ясно кто ты такой ахиор с наемниками эфраем а что на пророчил нам сегодня и сказал чтобы мы не воевали с родом израильским потому что бог их защищает тоже бог как немного худоноса он пошлет свою силу и сотрет их с лица земли и бог их не избавит их а мы помним что он худоноса уничтожал из странным образом предметы культов тех странах которые он завоевывал согласно к иудит но не потому что он исповедовал веру единого бога потому что он самого себя считал здесь это лаферны подтверждает нам худоноса и есть сам бог хотя реальный на ухудоноса как мы знаем никогда самого себя не обожествлял это вообще было не в обычае баилонских царей не осмелились на такое кощунство не себя богами никогда не объявляли равно как и ассирийские цари себя богами не объявляли подобные вещи делали лишь египетские фараоны на древнем востоке так вот мы рабы его поразим их как одного человека и не устоять им против силы наших коней мы растопчем их горы их упьются и кровью равнины их наполнится их трупами такое страшное писание и не станет стопа многих против нашего лица но гибелью погибнут они говорит царь на ухудоноса господин всей земли ибо он сказал и не напрасно будут слова повеления его интересно что как бы сами словесные формулы очень напоминают нам то как описывается слова бога который говорит и его слова просто так не проговариваются не возвращаются да как бы на иврите это бы звучало вы ноешь я шу двора в рекам а ты их и ор наемник амона здесь он почему-то называется не руководителем амона а наемником амона тоже очень странно имеет ли он ввиду тогда что всего один из этих эфраемитов которые являются наемником у амона но как мы увидим в дальнейшем судя по всему нет потому что этот ахиор в конце книги сделает нечто наподобие геюра то есть он глазах автора не является частью народа израиля изначально а ты ахиор наемник амона высказавший слова эти день неправды твоей от сего дня не увидишь больше лица моего доколе я не отомщу этому народу пришедшему из египта когда же я возвращусь меч войска моего и толпа слух моих пройдет по ребрам твоим и ты пойдешь между ранеными рабы мои отведут тебя в нагорную страну и оставят в одном из городов на высотах и ты не умрешь там до коли не будешь с ними истреблен раз ты как бы говорил о силе этого народа вот ты туда и будешь отведен если же ты надеешься в сердце твоем что они не будут взяты то да не спадает лицо твое значит тоже очень странный здесь странный текст не очень понятный видимо какая-то насмешка я сказал и ни одно из слов моих не пропадет и приказал алаферон рабам своим предстоявшим шатре его взять их иора отвезти его в витилую и придать в руки сынов израиль с человек который говорил за израиль должен быть с ними рабы его схватили вывели его за стан на поля а со среды равнины поднялись на горную страну и пришли к источникам бывшим витилуи вот под этим местом который является центральным местом повествования когда увидели их жители города на вершине горы то взялись за оружие свои выйдя за город на вершину горы все мужья пращники охраняли восход свои бросали в них каменями они подойдя под гору связали их иора и оставив его брошенным при подошве горы ушли своему господин цены же израиля вышедшие своего города остановились над ним и развязав его привели в тему и представили его начальником своего города которыми были в те дни позе мы сказали сын мехи из колена шимовна и нет то кабри или абри бэн сынот не л и карми сын мелки еле имен как бы люди эти нам совершенно неизвестны абсолютно неизвестны неизвестны хотя имена некоторые известны нам из тараха например карми узия узия собственно говоря имя одного из иудейских царей но самое удивительное здесь это то что руководителем города в районе шхема и дотана оказывается человек из колена шимона почему это удивительно потому что мы знаем о том что колено шимона дислоцировалось являлось анклавом внутри колена иуды в южной части в южной части колена иуды в районе бершевы рада там находилась колена шимона в эпоху первого храма потом собственно говоря оно было поглощено коленом иудой и после возвращения из бавилона персидского плена нет никаких специальных и отдельных упоминаний о колене шимона как об отдельной единице каким образом представитель этого колена оказывается руководителем одного из городов на территории когда-то колена эфраема представляется очень странным и как мы увидим в дальнейшем судя по всему это является частью замысла нашего автора для него именно шимон в связи с этими местами шхем дохтан самая бетилуя это это все места которые для него с его точки зрения являются знаковыми именно в связи с фигурой шимона мы это увидим дальше они созвали всех старейшин города избежались собрания все юноши их и жены и поставили ахиора среди всего народа своего и Озия спросил его о случившемся он в ответ пересказал им слова собрания Алаферного и все слова которые он высказал среди начальников сынов Ашура и все высокомерные речи Алаферного о доме Израиля тогда народ пал поклонился Богу и воззвал это уже вторая молитва народа первая молитва была в четвертой главе под предводительством первосвященника по имени Иоя Кима о котором мы говорили а теперь вторая молитва да Бог уже народ вот в этой бетилуи молится господи божий небесный возри на их гордыню и помилуй и смирение рода нашего призри на лице освященных тебе в этот день и утешили ахиора и расхвалили его за его речь потом озия взял его из собрания в свой дом и сделал пир для старейшин и целую ночь что они призывали Бога Израилева на помощь да здесь некоторая контраст по сравнению с тем что происходит в Иерусалиме в Иерусалиме в этот момент под предводительством первосвященника как я сказал постились и плакали здесь вот этот озия делает пир для старейшин это не случайная деталь как мы увидим озия и все как бы его помощники в каком-то смысле окажутся банкротами и не смогут управлять ситуацией именно и с точки зрения автора это помимо прочего происходит из-за их некоторой самонадеянности да вот они уверены в том что хотя они и молятся Богу но они как бы уверены в своей неуязвимости на другой день Аллаферон приказал всему войску своему и всему народу своему пришедшему к нему на помощь подступить к Митилуи занять высоты Нагорной страны и начать войну против сынов Израиля и в тот же день поднялись все сильные мужи их войско их состояло из ста семидесяти тысяч ратников воинов пешек и из двенадцати тысяч конных кроме обоза и пеших людей бывших в них а этих было многое множество остановившись на долине близ Витилуи при источнике они протянулись ширину от Дотана до как тут сказано до Бейтлехем то есть довольно довольно серьезное довольно серьезное пространство и трудно себе представить собственно говоря что это реально возможно значит по другим версиям текста тут упоминается место которое называется Абельмайм 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 значит а в глину тут написано от Бетилуи до Киамона опять же место неизвестно что это за место которое называется Кимон Киамон который лежит как тут сказано против долины Израильской сыны же Израиля увидев множество их очень смутились и каждый говорил ближнему своему теперь они опустошат всю землю и невысокие горы ни долины ни холмы не выдержат их тяжести и взяв каждый боевое оружие и зажегшие огни на башнях своих они всю эту ночь провели на страже на другой день Алаферон вывел всю свою конницу перед лицом сынов Израилевых бывших в Китилуи осмотрел восходы города их обошел и занял источники и оцепив их кратными мужами возвратился к своему народу иными словами начинается осада города мотив известный и в первую очередь возвращающий нас к истории об осаде ассирийским царем Синахирибом Иерусалима в 701 году новой эры и как бы здесь происходит нечто подобное значит затем как тут сказано пришли к нему все начальники сынов Исава являются и Идумеи и все вожди народа Моавицкого и все военачальники Приморья и сказали значит надо отметить что опять таки упоминание сынов Исава в этом контексте вполне укладывается как раз в ситуацию персидской эпохи когда Идумеи заняли Хевронское Нагорье то есть часть подобрались практически вплотную к Иерусалим выслушай господин наш слово чтобы не было потери войске этот народ сынов Израиля надеется не на копья но на высоты гор своих на которых живут потому что неудобно восходить на вершины их гор итак господин мой не воюй с ним так как бывает обыкновенная война и ни один муж не пойдет из народа твоего ты останься в своем лагере чтобы сберечь каждого мужа в войске твоем арабы твои пусть овладеют источником воды которая вытекает из подошвы горы потому что оттуда берут воду все жители и погубит их жажда и они сдадут свой город а мы с нашим народом зайдем на ближние вершины гор и расположимся для них для стражи чтобы ни один человек не вышел из города и будут томиться они голодом и жены их и дети их и прежде нежели коснется их меч падут на улицах обиталища своего и ты воздашь им злом за то что они и возмутились и не встретили тебя с миром понравились эти слова и халаферную всем слугам его и он решил поступить так как они сказали то есть начинается изнуряющая осада которая приводит к голоду и двинулся полк сынов Амона и с ними пять тысяч сынов Ашура и расположившись в долине овладели водами и источниками вод сынов Израиля а сыны Исава и сыны Амона взошли и заняли на горную область против Датана и отправили часть их на юг и на восток против дальше опять начинаются названия не до конца не до конца нам известные тут упоминается некое место Акраба Акраба значит судя по всему недалеко недалеко от Шхема что близ как тут сказано хус по-гречески тоже не очень ясно что это точно за место стоящего при потоке Махмур опять же что это за поток нам на самом деле неизвестно нам неизвестно так что часть географических названий здесь остаются не расшифрованными остальное же ассирийское войско расположилось на равнении и покрыло все лицо земли шатры и обозы их с множеством народа растянулись на весьма большом пространстве то есть наш автор следует библейской традиции которая изображает врагов которые имеют совершенно баснословное войско похоже на саранчу которая покрывает всю землю и конечно первое ощущение что победить такое войско невозможно сыны израиля воззвали господу своему этого третья молитва потому что они пришли в уныние так как все враги их окружили их им нельзя было бежать от них вокруг них стояло все войско ассирийское пешие колесницы и конницы их тридцать четыре дня у всех жителей метилуи стащили все сосуды с водой почему именно тридцать четыре дня сказать трудно может быть автор выбирает какое-то некруглое число как раз для предания правдоподобия трудно сказать опустили водоемы и ни один день они не могли пить воды досыта потому что давали им пить меру и уныли дети их и жены их и юноши в изнеможении от жажды падали на улицах города в проходах ворота уже не было в них крепости когда весь народ собрался козий к начальникам города который как мы помним незадолго до этого пировали юноши жены и дети с громким воплем говорили всем старейшинам суди бог между нами и вами вы сделали нам великую неправду потому что не предложили миром сына машула и теперь нет нам помощника бог предал нас в их руки чтобы погубить нас жаждую великую погибель это немножко напоминает жалобы израиля в пустыне во время исхода из египта тоже жалобы на отсутствие воды на отсутствие еды пригласите же их теперь и отдайте весь город на разграблению народа алаферна и всему войску его ибо лучше для нас достаться именно расхищения хотя мы будем рабами их зато жива будет душа наша и глаза наши не увидят смерти младенцев наших и жены детей наших расстающихся с душами своими значит запомним это место да они готовы стать рабами лишь бы остаться в живых это немножко напоминает знаменитые слова из зопа из одноименного фильма пьесы каждый человек достаточно созрел для свободы чтобы умереть за нее вот это готовности умереть за свободу у них нет они впадают в отчаяние призываем перед вами во свидетелей неба и землю бога нашего и господа отцов наших который наказывает нас за грехи наши и за грехи отцов наших досадил их по словам всем нынешний день и подняли они единодушно великий плач среди собраний и громко взывали господу богу и озия сказал им не унывайте братья потерпим еще пять дней в которой господь бог наш обратит милость свою на нас ибо он не оставит нас конец если же они пройдут и помощь к нам не придет я сделаю по вашим словам то есть озия готов сдать город это как бы итог первой части книги глава города который должен был сдержать наступление готов в принципе сдать его врагам и отпустил народ свой стан и они пошли на стены и башни своего города а жены детей отослал по домам их и великой скорби оставались они в городе я отмечу но перед тем как мы перейдем к героине что имя озия означает сила моя господь и как бы в этом контексте имя это звучит иронич иронически потому что именно сам озия который хотя и надеется все-таки на помощь бога тем не менее внутренняя готов капитуляции сдач уступает народу и вот именно в этот момент является наконец героиня а как в знаменитом романе булгакова мастера маргарита герои появился не сразу а через какое-то время происходит явление героя так и здесь первые семь глав не слово о героине и вот она появляется и появляется очень торжественно в эти дни услышала иудив или иудит дочь мирови сына окса как написано судя по всему это форма уц сына иосифа сына азиила сына хилки сына анании сына гидона сына рафаэля сына ахитува написано кифона сына или сына натанеля сына шумиэля сына цуришадая сына и или как тут написано ну судя по всему израиля тут вот какая штука в этой родословной это одна из самых длинных родословных которые мы находим в еврейской литературе а чтобы вот одного человека дали такую длинную родословную есть еще некоторые случаи в книге евреями там речь идет о родословной левитов а но это в общем напоминает нам родословную таких персонажей как отец шумуэля элькана в начале книги шумуэля у него достаточно длинная родословная как как мурбехаев книги эстер но конечно до таких больших размеров их родословная не доходит что еще удивляет в этой родословной это смесь всевозможных имен смесь всевозможных имен которые известны нам из многих мест истанаха но при этом как правило друг с другом никак не связаны нам известны скажем имена как Рафаэль как Гидон как Хелькия как Йосеф конечно Уц как вообще название земли впрочем и как одного из потомков потомков Харана в книге Берешит известно имя Мерари как имя одного из основателей левицких семей здесь все это перемешано пока мы не доходим до последних двух имен трех имен Шлумиэль сын Суришадай вот Шлумиэль бен Суришадай это пара имен вполне вполне как бы связанная друг с другом потому что именно так согласно Тори в книге Бэмидбар зовут предводителя или вождя колена Шимона в книге Бэмидбар глава вторая и дальше он называется на силе в ней Шимон Шлумиэль бен Суришадай значит получается что автор подводит нас к основателю семьи мы бы ожидали что здесь будет написано сына Суришадай сына Шимона этого почему-то не написано вот но дальше будет совершенно ясно что что иудит принадлежит к колену Шимону сказано тут что муж ее Менаше Анасия из одного с нею колена и племени умер во время жатвы ячменя это немножко нас возвращает опять же в тонах книгу руд ну ами и руд приходят бейтлехем во время жатвы ячменя как раз после того что умирают их мужья то есть видимо это как-то опять же здесь содержится какая-то аллюзия тех книги руд потому что когда он стоял в поле близ вязавших снопы это тоже как бы создает некоторую близость книги руд зной пал на его голову он слег в постели умер в своем городе Ветилуи его похоронили с отцами его на поле между дотаном и бааламоном значит бааламон опять же название странное ниоткуда больше неизвестное некоторые считают что правильное было написать здесь Нибаль Амон Абаль Амон место упомянутое в Танахе как то где находился виноградник Шлумо но опять же оно в данном контексте не очень подходит в общем как бы местоположение его неизвестно дотан нам хорошо известен находится недалеко от шхема и вдовствовала иудит в своем доме 3 года и 4 месяца она сделала для себя на кровле дома своего шатер возложила на чесло свои вретища и были на ней одежды вдовства и она постилась все дни вдовства своего кроме дней перед субботами и суббот дней перед новомесячем и новомесячем и праздников и торжеств дома Израилева уже отметим здесь такой очень важный момент иудит соблюдает еврейский закон в той его форме который нам известен главным образом из романистической традиции и корни которого судя по всему в маковейскую эпоху впервые тогда это возникает мы видим что например в персидскую эпоху нигде ниоткуда не видно что нельзя поститься в новомесячье в праздничные дни то есть это казалось бы вполне логично что в эти дни не постятся но вот как бы сам закон был сформулирован более поздней эпохи то есть здесь автор как бы снова выдает то время когда судя по всему была написана эта книга в эпоху эллинистическую не персидскую заметим в этой связи напомню вам что в книге стерн которая была опять же судя по всему написана в персидскую эпоху ни слова нет о каких-либо обязанностей касающихся суббот праздников новомесячей ничего в этом не говорится иудит была красиво видом и весьма привлекательно взором в этом смысле она похожа на эстерн муж ее оше оставил ей золото и серебро слугой служанок скот и поля чем она и владела и никто не укорял ее злым словом потому что она была очень богобоязненна это богобоязненность иудит подчеркивается в нашем тексте постоянно раз за разом и в этом она тоже представляет собой уже в самом начале некую антитезу эстерн о богобоязненности которой мы из книги эстерн ничего не знаем кроме того эстер выходит замуж за царя язычника иудит здесь представлена как вдова которая как раз таки не выходит замуж ни за кого и как бы остается остается вдовой несмотря на то что как мы видим в дальнейшем к ней сватаются услышала она иудит о дурных речах народа против начальника потому что они молодушествовали по причине оскудения воды услышала иудиты о всех словах которые сказал им озия как он поклялся им через пять дней сдать город ассирийцев и послала она служанку свою распоряжавшуюся всем ее имуществом пригласить озию а также при корми старейшин города на беседу с ней и они пришли и она сказала им выслушайте меня начальники жителей не право слово которое вы сегодня сказали перед народом и положили клятву которую изрекли между богом и вами и сказали что сдадите город нашим врагам если на этих днях господь не поможет нам кто же вы искушавшие сегодня бога и вместо бога посреди сынов человеческих вот вы теперь испытуете господа вседержителя но никогда ничего не узнаете богобоязненность уйдет проявляется не только в ее приверженности еврейскому закону но уверенности в том что невозможно познать пути господни и ставить себя на его место и говорить если он через пять дней нам не поможет то тогда мы потому что вам не постигнуть глубины сердца у человека и не понять слов мысли его как же испытаете вы бога сотворившего все это и познаете ум его и поймете мысль его нет братья не прогневляйте господа бога нашим ибо если он не захочет помочь нам эти пять дней то он умеет власть защитить нас какие угодно ему дни или поразить нас перед лицом врагов наших не отдавайте в залог советов господа бога нашего да это такая странная форма но это действительно то что написано в греческом тексте и видимо подразумевается что вы как бы берете вы распоряжаетесь божьим словом как будто бы вы берете его в качестве залога богу нельзя грозить как человеку нельзя и указывать ему как сыну человеческому спасение будем призывать его к себе на помощь и он услышит голос наш если это ему будет угодно ибо не было в родах наших и нет в настоящее время ни колена ни племени ни народа ни города у нас которые кланялись бы богам рукотворенным как было в прежние дни поэтому нет причины того чтобы бог нас изгнал за что отцы наши преданы были мечу и расхищению и пали великим падением пред нашими врагами но мы не знаем другого бога кроме его а потому и надеемся что он не презрит нас и никого из нашего рода и с пленением нас падет и вся иудея и святыни наши будут разграблены и он зыщет осквернение их от уст наших и убиение братьев наших и пленение земли и опустошение наследия нашего обратит на нашу голову среди народов которым мы будем порабощены и будем в соблазны и поношение у тех которые владеют нами ее слова звучат как антитеза словам народа которые жаждут рабство в обмен на жизнь она говорит нельзя этого допустить нельзя стать рабами врагов потому что рабство не послужит нам в честь но господь бог наш вменит его в бесчестие и так братья пока покажем братьям нашим что от нас зависит жизнь их и на нас утверждаются и святыни и дом господин и жертвы да то есть от нас жители витилуи за все это возблагодарим господа бога нашего который испытует нас как и отцов наших вспомните что он сделал с абраамом чем искушал и цхака что было с яковом в месопотамии когда он пас от овец слова на брата матери своей как из их искушал он не для истязания сердца их так и нам не мстит а только для вразумления наказывает господь приближающихся к нему можно сказать что речь иудит здесь является своего рода как бы дополнением к речи ахиора она такая же длинная и наполненная теософскими идеями но она как бы и более глубокая и проясняющая эти идеи потому что ахиор зная общий нарратив израиля знал также что все зависит от воздая здесь же появляется новая идея которая известна нам из странах идея испытания которое надо выдержать да бог испытывает нас для вразумления и нужно оказаться на высоте этого испытания подобно нашим прадцам на это узи я сказал ей все что ты сказала сказал от доброго сердца и никто не будет противиться словам твоим ибо не с настоящего только дня известна мудрость твоя но от начала дней твоих весь народ знает разум твой доброе расположение твоего сердца но народ истомился от жажды и принудил нас поступить так как мы сказали им и обязал нас клятвой которую мы не нарушим помолись же о нас ибо ты жена благочестивая и господь пошлет дождь для наполнения водохранилищ наших и мы больше не будем изнемогать от жажды но иудит которая казалось бы должна внять этому призыву помолиться чтобы пошел дождь сыграть роль наподобие той которая играет в талмудической истории кони амагель да она говорит иное иудит сказала им послушайте меня я совершу дело которое пронесет со сынами рода нашего в роды родов станьте в эту ночь у ворот а я выйду с моей служанку и в продолжении дней после которых вы решили отдать город нашим врагам Господь посетит Израиля моей рукой да здесь уже звучит что-то пророческое в ее словах она убеждена в том что Господь спасет Израиль ее рукой только не расспрашивайте о моем предприятии потому что я не скажу вам доколе не совершится то что я намеренно сделаю и в этом смысле она в чем-то похожа на эстер только эстер скрывает свое происхождение от царя а иудит же скрывает свой проект от старейшин города и если в случае эстер мордыхай толкает эстер на то чтобы пойти к царю и как-то пытаться спасти народ израиль то здесь иудит в отличие от эстер сама проявляет инициативу которая должна привести к спасению то есть в этом смысле она является опять же противоположностью эстер и сказал ей иудит 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 как бы на этом заканчивается восьмая глава которая ввела героиню и эта героиня как мы видим противопоставлена всему мужскому населению иудит которые должны защищать город впали в полную прострацию лишились силы воли готовы сдать его и только эта женщина богобоязненная праведная глубоко верующая бога она убеждена в том что спасение есть а сегодня как раз утром мне пришлось услышать некоторую речь которая напомнила мне речь иудит это с этой речью выступила по сетям женщина опять же мать во первых опять таки вдова начнем с того что ее скотство с иудит заключается в том что она вдова потому что муж ее был убит седьмого октября убита была ее дочь а ее сыновья воюют и вот она говорила примерно в том же духе в котором говорит здесь иудит смысл ее речи заключался в том что даже если те кто должны нас защищать она подразумевала не солдат а политическое и военное руководство падают духом и не верят в победу я говорит она эту победу верю верю что мои сыновья они напрасно защищают нашу страну и наш народ и даже если меня и подобных мне называют как тут сегодня в израильском дискурсе принято пользоваться словом мещихим мещихим да говорит я с гордостью несу это имя потому что я верю в то что бог не оставит народ израиль то есть вот здесь перекинулся мостик между вот этой древней возможно вымышленной героиней степени ее достоверности мы еще отдельно будем говорить и между сегодняшней совершенно реальной женщины которая имеет право естественно говорить то что она говорит потому что ее постигло испытание чрезвычайно тяжелое мы здесь сегодня поставим точку как бы что называется БМЦ Аметок самый напряженный момент и в следующий раз мы узнаем в чем именно заключается проект что она хочет сделать и там ее противоположности стер проявится в полной мере вопросы замечания можно сейчас звучит пожалуйста народ есть вопросы обдумывается не знаю народ обдумывает ну хорошо если обдумывает то мы на этом завершим то я говорю в следующий раз мы уже войдем в этот сюжет нырнем с головой вот и в течение двух последующих занятий мы завершим чтение обсуждения фунт замечательно сурот то вот хорошо народ как обычно да возникающие вопросы пожалуйста в любом известном вам видео либо в нашем чате это публикуем в телеграме в современной еврейской философии вот либо в коментах к самому видео как вам удобнее либо на следующем занятии либо можно писать напрямую либо лектору либо мне значит соответственно будет я передам хорошо все спасибо всем счастливо пока